Добрый вечер, уважаемые слушатели, третью тему, переходим к завершениям. Это кажется немножко по форме своей отмечаться от всего, что вы слышали, поэтому я очень прошу, что зал активно поучаствует, буду задавать вопросы. Очень хотелось бы, чтобы мы с вами вместе узнали что-то новое, фактор, как я всегда говорила, найти и обеспечить. В самом начале мне сказалось, что мы будем говорить о молодом возрасте. И сначала мы должны определиться, какой возраст считается молодым. Разные во время существовали мнения на этот счет. Сейчас рекомендация о возрасте, молодой возраст это до 44 лет. Поскольку речь идет о возрасте населения, то он начинается с 18. Это у нас дети, подробки. С 18 до 44 лет, но минимально это 44 года, 11 месяцев и 29 дней. Это возраст молодой. И только с 45 лет возраст становится средним. Поэтому если у кого-то до сегодняшнего дня были сомнения, какая возрастная как вы, то я думаю, что я хоть его не могу дать. В молодом возрасте, как правило, мы не говорим о заболеваниях. Говорим, но не так часто. Как правило, речь идет о каких-то факторах риска. То есть это те характеристики, которые вызывают увеличение вероятности развития какого-то заболевания. Если мы говорим об основных факторах риска для какой-то болезни, то эти факторы встречаются очень часто. То есть их действительно много. Как только эти факторы действуют, увеличивается вероятность развития заболевания. И в то же время, если на эти факторы приятным, то есть их ликвидируем, например, то вероятность развития заболевания снижается. Что такое кардиоэксплярность? На самом деле здесь работает всего лишь латинский язык. И в переводе это факторы сердечно-сосудистого риска. То есть это факторы, из-за которых могут возникать сердечно-сосудистые заболевания. Самое часто это ишемическая болезнь сердца, инфарктно-карминсульт, в том числе сахарная болезнь. Все факторы риска делятся на две большие группы. Немодифицируемые, то есть те, которые мы изменить не сможем, которые мы не справились. К ним относятся пол возраста, антигощенная наследка. И факторы модифицируемые, то есть те, которые мы можем и должны влиять, и на которые мы должны влиять. Это факторы поведенческих, курение, употребление алкоголя, питание, низкая физическая активность. И геологические, или те, которые связаны собственно с организмом. Это артериальная микростенция, ожирение, дискотехния, гипертокемия. Вот подробнее об этих фактах. Немодифицируемые, неизменяемые. Прежде всего это пол. Считайте, что сердечно-сосудистые заболевания, скорее, чаще возникают от мужчин. И более того, какие заболевания, как инфарктно-карминсульт, у мужчин возникают на 10 лет раньше, чем у женщин. Вот, например, есть шкала СКОР. Это шкала расчета риска фантальных, то есть партельных, сердечно-сосудистых осложнений. То есть инфарктная карта или инсульта, от которого наш пациент гибнет. В ближайшие 10 лет. Ну, вообще считается, что пациентам этот шкалок показывать не должны. Но она позволяет очень-очень наглядно продемонстрировать. Надо только на интернете, то есть ничего страшного. Но она позволяет продемонстрировать, что же может случиться, если вот те факторы, о которых я уже сказала, продолжат ездить. Чем краснее цвет, да, и тем большая цифра это процента, тем больше вероятность удалить вот такого инфаркта результата. И если мы говорим, делится на мужчин и женщин, то мы видим, что полонки, которые адресованы мужчинам более красного цвета, то есть риск изначально выше. И чем старше возраст, тем больше выявляется красный процент или выше процентов. Кроме того, из неизменяемых факторов риска есть извещенные наследственные способы речной сосудистого заболевания. То есть с этим мы тоже ничего сделать не сможем. Это наличие у ближайших воздельников, это родственники первой линии родства, это мамы, папы, братья и сестры. Пипертонические болезни, ишемические болезни сердца, инфаркта, инсульта. Если они развились у женщин в возрасте до 65 лет, или у мужчин в возрасте до 55 лет. Это будет считаться отягощенной наследственности. Собственно, эти три фактора, которые мы просто конститировали, мы не можем не делать. А вот дальше речь идет о факторах, с которыми мы что-то сделать можем. Тут я прошу вас не участвовать в нашем обсуждении. Как вы считаете, кто считается курильщиком? Тот, кто выкуривает одну пачку. Если берет в день полпачки, хотя бы одну сигарету ежедневно, либо хотя бы одну сигарету в неделю. Вот кого мы берем курильщиком? Депс. Депс. Так, есть мнение, хотя бы одна сигарета в неделю, одна сигарета в день. Еще? Депс. 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 Аудитория разъявилась у нас от два лазеря. Депс. Депс. Дальше. Первая сигарета, выкуренная в день, вызывает спазм сосудов на срок. Депс. 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 В большинстве страны это сигаретные пачки с картинками. Но кто-то на этом по-прежнему зарабатывает. Помните, чем умер этот опторг? В этом мире. Застрелился. Он умер, а пракурил. Дальше. Отказ от умерения снижает риск смерти от инсульта или инфаркта. Два раза на 10 процентов, уже 5 процентов. Либо никак не влияет на риск смерти. Два раза. Два раза. Никак не влияет на риск смерти. Никак не влияет на риск смерти. На самом деле, действительно, практически два раза. Собственно, мы эту шкалу уже сегодня видели. Если мы посмотрим на этот пример. Вот курящий мужчина. В возрасте 65 лет. Высокое давление. 180 высоких холестерин. Вот самый крайный фактор. И риск смерти составляет 23 процентов. Практически 50 на 50. Если мы ничего не делаем. Не боремся с колестерином. Не боремся с давлением. Возрастным возрастом. Он отказывает от курения. То грязь смерти становится 26 процентов. Практически два раза в день. Дальше. Безопасные дозы. Чистые дозы. Чистые дозы. Чистые дозы. Для женщин. То есть чистые дозы. Переводим на чистые теловые списки. А не конкретно. 20 миллилитров. 40 или 60? 30. 30. Еще. Хорошо. Не безопасные дозы. Для женщин. Не безопасные дозы. Хорошо. Еще вариант. Чистые дозы. 40 миллилитров. 40. На самом деле это 20 миллилитров. Чистого этанололога. Это максимально допустимая безопасная доза в отношении развития ее грунт-слабо-люда, сердечно-сосновистых, патологических речей, нечего-угоженности. А так они выглядят, что их вроде на конкретные виды алкогольного напитка. Когда я показываю этот слайд, что у нас есть в стенах школа, мы это все время разбираемся, начинаем фотографировать, записывать, а как бы с этого заранализировать и так далее. Четыре виды алкогольного напитка. Слабо-алкогольное напитка. Некрепленное вино. Крепленное вино. И крепкие спиртные напитки в крепостью 40 градусов. Крепость напитка более 40 градусов в Российской Федерации не разрешена к консоединению и с угодной задачей. У нас вопросы в процессе. Вы сказали просто, что я не могу не задавать вопросы. Пожалуйста. Как вы не задаете? 50 миллилитров прям экспертных напитков, это уже за пределами определения алкоголизма же, если в день. То есть получается, что алкоголиком уже считается человек, который там... Вот сколько ты говорила? В общем, что это уже за пределами алкоголизма. Вы говорите о переходе на чистый этанол, а здесь указано сам напиток. То есть, если получается, и алкоголизм, и алкоголизм, это не алкоголизм в любом случае. Понятие алкоголизма – это понятие заболевания, которое представляется врачом готов. Если укладываем исход в эти цифры, то это предсчитается употреблением алкоголя в малых формах. Есть заболевания по определению всеверной организации правоохранительства. Дальше. Сколько граммов врачей-ресуртов в свежую единицу необходимо употреблять ежедневно? 200, 100, 400, либо их можно не употреблять ежедневно. На самом деле это минимум 400 граммов или 4,5 кг. Для врачей-ресуртов в свежую единицу. Дальше. Сколько чайных ложек сахара в мёдле или логине? То есть, каких-то определенных сматностей можно употреблять синий? Не более синий, не более синий, более синий и менее синий. Не более шести. 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 То есть 5 и менее ежедневно. Вот так вот эти принципы рационального сияния. Питание должно быть часто и дробно не менее трех раз в сверху. Как здоровый человек принимает тищу. Ежедневно здоровый человек употребляет более 400 граммов овощей и фруктов в свежем виде. Из этого количества включаются картофель, бананы, батарфель, фенамы. Это возрастные рекомендации. У нас батарфель, бананы действительно часто встречаются. А вот картофель, бананы и бананы действительно. Почему? Потому что вот эти 400 граммов составляют овощи и фрукты в своем распряжении вещей хлеб-чатку. Картофель, бананы, вода из фенамы. Хлебчатки мало. Высокая половинность. А вот так мало. Поэтому они очень любятся в этом количестве. Готовая пища не должна доставиваться. По современным приготовлениям. Соломка на столе. Это без наконного аллатона. То есть все, что при готовлении пищи использовано, этого будет более чем достаточно. И ежедневно здоровый человек употребляет не более 6 чайных ложек сахара до варенья, либо других сладостей. Моменты очень тонкие. Сладости бывают разные. С разным содержанием сахаров. Часто спрашивают про горьки, шоколады. Вообще про шоколады, что же нам с ним делать? Нужно посмотреть на упаковки. Сколько там сахара. Если шоколад белый или молочный, сахара там много. Одна долька приточный шоколад, если представлять. Одна маленькая горька, одна чайная ложка сахара. Если шоколад горький, опять же смотрим на упаковку. Насколько там сахара, вы можете там со своим ездить. Дальше. Какие продукты лежат в основании пирамиды питания? Ну, если кто-то меня не слышал, я сейчас расскажу. То есть то, чего нужно употреблять много. Мясо, штицы, зерновые. Продукты молочные. Продукты овощей или сахара. Мясо, штицы, зерновые. Мясо. Мясо, штицы, зерновые. На самом деле, если у студентов спрашиваем, на первом месте всегда мясо. Все хотят немного побольше. Это должны быть зерновые продукты. Это пирамиды питания масла, расходованные с 30-х годов прошлого века. Распадают пирамиды пирамиды. И, в основном, они сейчас действительно каши, макароны, с этих сортов, да, рис. Немножко остановлюсь на нем, правильно было слайд. Первый кирпичик – зерновые продукты. 7-8 продуктов ежедневных. Кусок хлеба – это цельнозерновой хлеб. Это не белый хлеб, не пучки, не пучки. Именно цельнозерновые. Макаронные изделия, рис, маркрути и так далее. Дальше. Второй, третий кирпичик – овощи и фрукты. Про них можно поговорить. Их должно быть достаточно много. В общем, в количестве 4-5 порций ежедневно в свежем виде овощи могут быть в виде гарниров. Дальше. Четвертый кирпичик – это белковые продукты. Это, собственно, мясо, птица, может быть рыба. Пятый – это молочный. Молоко, йогурцы и так далее. И на самом верху могут находиться все модельные кирпичины. Сладочки, орехи, продукты, издержания жира, горошин и так далее. Дальше. Как вы думаете, что общего мясо-вредительничества нахуй? Практически 1,5 кг сельдерея, 1,5 кг – 7,5 кг – 40 г шкалатного водоточка. Калорились. Калорились. Есть такая калория. Сколько? Самый низкий, да, самый тысяча калорий. Нет, у них что-то общее. Вот это количество продуктов, это непонятно. О, по-моему, калорий. 300 или 900 ккал. Так, 300 или 300. Ищет еще? 1000. 1000 ккал. 40 кк, не целый батончик, да? Ну, 40 кк, хоть батончик придешь поменьше. 90 ккал. На самом деле, эти количества продуктов содержат по 200 ккал. Продумайте, да? Практически 1,5 кг сельдерея и неполная шоколадка. А по калорариам пойдут на одинаковые. Ну, вот еще несколько картинок. Акigeria. Пирожные, пирожные. Пирожные, трех кусочков черного тела. Три четвертых шампаладки и под каркарсовые каши. Вот, например. Молочное мороженое. Подструктанное четыре, соревку салата. По калорийне. Тут абсолютно одинаковые. И еще такой пример. Вот там было 200, и здесь 400 ккал. Если есть четвертый маслер, то все масла очень калорийные. Он заполняет, что это желудок нарисован, так очень схематично, когда возникло совсем чуть-чуть по объёму. Если курицу взять чуть побольше и те же 400 килокалорий содержатся в площадке, по объёму значительно меньше. Нужно помнить, что насыщение наступает не только по калорийности пищи, которую мы съели, ещё и по объёму, который, собственно говоря, был по объёму. Дальше. Сколько километров в день должен проходить здоровый человек? Не менее одного, не менее пяти, не менее двух и не менее трёх. Пять километров? Пять километров? Два километра? Не менее трёх километров. Слово «время» это должно составлять не менее тридцать минут. То есть универсальные поездники, которые учитывается время, например, в дорогах, в воздухе, в учёбу и обратно. То же, опять же, не учитывается время, если вы ходите по торговому центру, да? То есть нужно выйти из дома, идти на свежих воздух, или идти не останавливаться. Да, если вы ходите там в какие-то магазины, тогда ли это считаться не будет. Опять же, здоровый человек должен выполнять физические упражнения длительностью не менее тридцати минут пять раз в неделю. То упражнение умеренно в оттенпном, к нему отлично, опять же, ходьба. То есть если вы ходите, эти тридцать минуты здесь, то как раз будет получаться. Ксайтера в дорогу в саду может быть лица на велосипеде. Если речь сейчас об интенсивной физической нагрузке, например, как тренажерный зал, что нужно будет, оплавание, какие-то подвижные игры, то там нагрузка двадцать, двадцать пять минут, то есть три раза в неделю. То есть это адекватный уровень физической активности для здорового человека. Дальше. Уже к каким биологическим факторам мы переходим. При этих цифрах артериальной изотвеки воспаляется связь с артериальной гипотезией. То есть вы мерили где-то случайно артериальное давление, когда нужно осторожить. Стосор. Так, первый вариант 160 на 100, еще вариант 140 на 90, да? Ну то есть это две минимальные цифры, при которых уже точно пора обращаться к врачу, у нас разница, где может лица болеют. Правильно, опять 140 на 90 и больные. Вот, опять же, это классификация артериальной гипертензии. Вот есть понятие высокого нормального давления, но в том возрасте это очень актуально, да? 130 и 139, это первое цифра, да, которую мы взяли в том, это всестолическое давление, и 85-89, второе цифра, всестолическое. Вот 140 и выше, и диастолическое 90 и выше, это артериальная гипертензия. Потому что очень часто, многие говорят, давление нормальное, вообще не помню, я кофе цифры, и так далее. Дальше. Риск сердечно-сосудистая потолка для женщин, приема к возрасту летания, больше 94 см, больше 100, больше 80, больше 100, больше 100, больше 100, больше 100, больше 100, больше 100. Очень простое место, это выстрение сердечно-сосудистая потолка для 10-метрового ленту, ничего нового не сделала, теперь ляпочка не стоит. Если у женщин больше 80 см, а мужчин больше 24, значит риски повыше. Есть еще один параметр, это название мазать массы тела. Он тоже очень легко рассчитывает, то есть калькулятору больше ничего не нужно. Масса тела в килограммах, то есть талины рассыслились, и рост в метрах в квадраммах. Подставили в эту нехитрую формулу, рассчитали. Если получилось меньше, чем 25, значит все хорошо. Если больше 25, от 25 до 30, это избыточная масса тела, либо предожрение. Это не заболевание, это где-то так, на самом деле. И все, что вы сейчас видите, это ожирение, это уже диагноз, собственно говоря, в первую очередь. Дальше. Наверное, чуть более сложный вопрос, да? Значение уровня холестерина крови в общей физкуляции. Перед нами обычный человек, который считает себя здоровым. Где-то такие заболевания. Берем вам кровь из вены, смотрим общий холестерин. Какое классно? Менее 5, менее 6, меньше чем 5,5 и более 4. Все проходят медосмотры, это является обязательным. Все когда-то вдавали кровь на этот холестерин. Как вы думаете, какой нормальный параметр? Менее 4. Менее 6. Менее 5. На самом деле, действительно, общий холестерин должен быть меньше, чем 5. А вот это уже не пейтограмма. То есть, если по каким-то причинам уголы создать просвернутый анализ правильного аптодиспедента права, общий холестерин должен быть ниже 5, и все остальные знания тоже указаны. Как правило, молодые люди особенно в этих параметрах даже не занимают. Ну и, собственно говоря, чем же этот холестерин влияет? Вот это обычный источник. Солнечная пленка должна быть гладкой и ровной. Если холестерином пройдет много, то образуется атеросклеротическая пляжка, которая сужает просвет сосуд. Как вы считаете, это вообще опасно или нет? Вот он классный сосуд, вот какая-то нитридная оборозка и вот пляжка. Вот это уже все проходимо, очень плохо. Очень опасно. Солнечная пляжка. Солнечная пляжка. И закупорится все. И все. То есть, если холестеринная назначка продолжает расти, то рано или поздно просвет сосуд, а может быть полностью перекрыт. И тогда что происходит? Солнечная пляжка. Сердечная пляжка. А как это проявляется? Недостаток. 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 Если бы только недостаток. Вот именно как холестеринная плотная сосуда выглядит, да? То есть, клинически, это инсульт либо инфаркт. То есть, начинается все с высокого холестерина. В течение времени на расставе в ряшке вот это происходит вот такое событие, которое может стать смертельным. Ну и еще один ухитрый параметр, да? Или кровь из палеца на определение уровня сахара. Делается в любой поликлинике. Казик обязательно раньше не сдавал. Когда сахар повышен, да? Когда это не может. Больше, чем 6,2, больше, 7, больше, чем 5,6, больше, чем 5,2. То есть, 5,6. Да, 5,6. И? 3,5,5. Очень подготовленная университет. Вот это прекрасно. Действительно, 5,6 и выше. Тобственно, реводовые критерии гиперпокинейного значения. Вот так попресила за норму, мы поговорили о факторах риска, с которыми мы можем и должны бороться. То есть, это все факторы, которые модифицируются. И существует формула здорового сердца. Для простоты восприятия, чтобы обычный человек мог просто законы. Здоровый человек не будет. Ежедневно ходит пешком 3 километра. Употребляет каждый день 5 порций свежих овощей и фруктов. Давление ниже, чем 140. Толичная версия гиперпокинейного значения. Общий холестерин меньше 5. Еще один парадик, который для педаграммы. Чуть-чуть о нем было, но тем не менее. Вредный холестерин, атерогенная фракция, которая вызывает образование состава гиперпокинейного значения ниже 5. И нет ниточной массы тела, и нет сахарного диагента. Большое спасибо за внимание.